Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме свечи против воспаления. Действительно, многие из вас пишут мне вопросы. Вот у меня появились жалобы, допустим, в отделение, зуд, мне поставили церрицит или эндометрит, что же мне делать, что же принимать? Действительно, воспалительных заболеваний очень-очень много. Многие из них как раз провоцируются инфекциями, передающимися половым путем. Поэтому мы в этом видео разберемся, какие же препараты можно купить и использовать, чтобы, соответственно, помочь себе, своему организму справиться с воспалением. Я вас всех, друзья мои, если вы не подписаны на мой канал, приглашаю подписываться. Обязательно задавайте свои вопросы. В следующих видео мы обязательно их обсудим. Ну что, проблем может быть действительно много. И инфекции, передающиеся половым путем, могут проявляться совершенно по-разному. Это и кальпиты, так называемые молочницы, вагинозы, когда беспокоят выделение, зуд, раздражение, покраснение, запах. И женщину это реально беспокоит. Ну, простите, когда у тебя постоянно чешется, то мало в этом приятного. Поэтому, конечно, у женщины возникает вопрос, что делать, куда бежать. Желательно, конечно, проконсультироваться. Я крайне рекомендую с гинекологом выявить, что это за инфекция, для того, чтобы более полно, более комплексно назначить вам терапию. Но, тем не менее, что же можно начать делать, пока вы записываетесь, ходите и издаете все мазки. Поэтому, какие же бывают воспалительные заболевания? Это, как я уже сказала, кальпиты, различные, соответственно, вагиниты, соответственно, цервициты, эндометриты, аднокситы. Их целое множество. То есть, я вам перечислила и воспаление влагалища. Это и воспаление слизистой, я имею в виду, шейки матки. И воспаление самой полости матки. И воспаление яичников, придатков. То есть, их целое-целое множество. Поэтому, те свечи, про которые сегодня мы будем говорить, они состоят из комплекса лечебных препаратов, которые оказывают совершенно разные действия. Это и антибактериальные, и противомикробные, противогрибковые, противовоспалительные. И, соответственно, имеют растительные компоненты. Первое место я даю препарату полежинакс. Сразу скажу, что это не рекламный ролик. Это просто те свечи, которыми мы пользуемся. Я вам про них рассказываю. То есть, никакой рекламы совершенно в этом нет. То есть, полежинакс, свечи достаточно крупные, обладают широким спектром действия. Они достаточно большие. Такая большая, большая, как бы, такая, вытянутая, овал такой, да. Поэтому свечи мы ставим на ночь, если действительно есть воспаление, в течение 10 дней. То есть, там и антибактериальное, и противомикробное, противогрибковое действие. То есть, целый огромный спектр воздействия на воспаление. То есть, вот эту таблетку ставим во влагалище в течение 10 дней. С целью профилактики в течение 6 дней. Потому что часто свечи мы назначаем при подготовке к родам, при подготовке к гинекологическим различным операциям и так далее. Следующий препарат, но, кстати, полежинакс, не рекомендуется его принимать, вообще ставить, да, во время беременности и во время лактации. То есть, соответственно, следующий препарат бетадин. Это препарат йода, да, повидает йод, и поэтому у кого есть аллергия на йод, мы его не используем, так как после применения может немножко щипаться, да. То есть, в основном это воздействие противовоспалительное, противогрибковое, да, и, соответственно, противомикробное. То есть, препарат действительно хороший, используется в течение 7 дней, противопоказание это первый триместр беременности и период грудного скармливания. Следующий препарат тержинан. Препарат содержит преднизолон, поэтому очень хорошо влияет на зуд и на отечность. То есть, снимается очень быстро зуд, снимается отечность. Применяем в течение 10 дней в среднем. Следующий препарат это гексикон, препарат хлоргексидина. Почему я изначально немножечко, да, говорилась. Препарат хороший, мы его используем, да, он очень хорошо воздействует на различные инфекции, передающиеся половым путем. То есть, после полового акта незащищенного, если вы думаете, что вы реально можете, то есть, быть заражены какой-то инфекцией после этого полового акта, вот эта свеча ставится во влагалище сразу же, да, и, соответственно, доказано, что меньше риск заражения. Препарат очень хороший, то есть, воздействует очень комплексно. И такой достаточно новый препарат, который завоевал уже успех у многих пациентов и врачей, это эльжина. Также оказывает действительно огромное противомикробное антибактериальное действие, противогрибковое. То есть, воздействий много, от 6 до 10 дней применяется. Вот пока по отзывам действительно все очень неплохо во воздействии данный препарат. Но, это я вам рассказала такую первую помощь, что можно купить и начать, да, себе не навредить. Но, друзья мои, очень аккуратно я вас прошу сходить к гинекологу, выяснить возбудителя. Потому что иногда этих свечей недостаточно нужно назначить еще другие препараты, чтобы справиться с вашей проблемой, да, с тем микроорганизмом, который провоцирует вот это очень серьезное воспаление. Поэтому обязательно обратите на это внимание. То есть, можно, понятно, что если чешется сильно, да, зудит, красная, отечно, неприятно, то можно начать, чтобы снять эти все жалобы. Но, тем не менее, надо обязательно сходить к гинекологу, сдать мазочек и понять, в чем все-таки проблема, да. Поэтому будьте аккуратны. Если вы принимали какой-то из этих препаратов, напишите, напишите ваши вообще в целом ощущения, да, что понравилось вам, не понравилось, какие были плюсы, какие были минусы. Кстати, по ценовой категории они примерно одинаковые, то есть до 1000 рублей в среднем на курс лечения. Поэтому обязательно напишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои вопросы, подписывайтесь на мой канал. И также я вас жду в своем инстаграме. Ссылочку оставлю ниже в описании. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok